Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Ольга Пряткина. Также у нас мобилизованным от республики произведена выплата в размере 100 тысяч рублей. Каждому мобилизованному семье, соответственно, получили эти средства. Также может быть оказано, например, по линии волонтерских центров движение «Мы вместе», продуктовая помощь, соответственно, либо можно позвонить на номер 122, там обработают обращение, окажут необходимую помощь, также перенаправят соответствующим ведомствам, либо нам по номерам телефонов, которые закреплены, тем социальным работникам, которые закреплены за семьями. Не покладая рук, работает и региональный оперативный штаб «Мы вместе», который координирует исполнение запросов по поддержке военнослужащих и их семей, оказывает психологические и юридические консультации. Деятельность волонтеров разнообразна, они и звонки от граждан принимают, и собирают гуманитарную помощь, рассказывает руководитель штаба Ася Хакирова. У нас очень такой отзывчивый добросердечный народ, когда видят, что нужна где-то помощь, всегда отзываются, проявляют свою собственную инициативу, звонят нам, приносят. В принципе, как бы у нас такой острой нужды конкретно в чем-то нет, чтобы мы могли попросить у людей, но если кто-то хочет, допустим, оказать все-таки нам помощь, мы не откажемся, будем только очень признательны. Касаемо части вопросов по психологической поддержке, по юридической консультации, по адресной помощи семьям, которые уехали, а также штаб сейчас еще нацелен на работу, которая связана со сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, мобилизованных, которые уехали. Документ подразумевает переход к пятилетнему горизонту планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. Основными задачами госпрограммы являются дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду. Кроме того, предусматривает уменьшение сроков и оптимизацию процедур принятия решений при осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета, сокращение инвестиционно-строительного цикла, а также расширение механизмов опережающего строительства и досрочного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. Взаимодействие органов исполнительной власти, гражданского общества и средств массовой информации в укреплении межнациональных отношений, профилактики экстремизма и сохранении традиционных семейных ценностей стало ключевой темой круглого стола, который состоялся в Общественной палате Карачао-Черкесии. Модератором мероприятия выступил Владимир Зорин, председатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Республика, она имеет свою специфику межнациональных и межрелигиозных отношений, которые вы лучше меня знаете. Здесь есть пять народов. В науке это называется многосоставной субъект федерации с точки зрения межнациональных отношений. И здесь, конечно, вопросы налаживания взаимопонимания, взаимодействия имеют особое значение. И здесь есть особый опыт, который опирается и на определенные трудности, которые мы все вместе пережили. В Карачао-Черкесии новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поручению президента России, уже получают родители 32 800 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Им уже выплачено более 2 миллиардов 100 миллионов рублей. По правилам заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если средний душевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в регионе. 50 дворовых и 13 общественных территорий благоустроены в республике в текущем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В частности, благоустроены сквер по улице Ленина вблизи многоквартирного жилого дома номер 62 в Черкесске, центральный парк по Первомайской, аллея по улице Мира в Карачаевске, сквер по Балахоново в Джигуте на месте снесенного аварийного дома, а также парк в районе мечети в ауле Старой Джигута, сквер по Ленина в районе Дома культуры в селе Терезе Малокарачаевского района, центральные парки в станицах Сторжевая и Преградная и ряд других объектов. При благоустройстве общественных территорий на объектах установлены детские игровые и спортивные площадки, заменено плиточное покрытие, уложен асфальт, проведено уличное освещение, установлены лавочки, урны и различные малые архитектурные формы. Всего же в республике до конца 2024 года будет благоустроено порядка 500 дворов и 150 общественных территорий. Завтра на главной площади Черкеска составится традиционная осенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 10-15% представят более 100 производителей Карачаев-Черкеси, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Стабропольского и Краснодарского краев. В частности, будет представлена продукция мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и изделия мастеров народного творчества. В региональном министерстве строительства и ЖКХ состоялось заседание проектной группы национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по вопросам достижения в этом году целевых показателей. В частности, рассмотрены вопросы выполнения дорожных работ на текущий год и планы на следующий. В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог протяженностью 32 км и 4 искусственных дорожных сооружений. В том числе и абсолютно новая дорога Архы-Сдука-Лунная поляна протяженностью почти 15 км. При ее строительстве впервые на территории Карачао-Черкесии был применен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, до конца текущего года в эксплуатацию будет введен автомобильный мост через реку Кордоник в Олик-Залоктябрь протяженностью 65 метров. Вместе с тем на участке автомобильной дороги Черкесский-Справная-Сторожевая завершается установка 4-го автоматического пункта весогабаритного контроля и тем самым достигается значение показателя национального проекта. До конца текущего года в Карачаевске завершится строительство новой поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. Общая площадь объекта более 7000 квадратных метров – это трехэтажное здание с цокольным этажом. В состав лечебно-профилактического учреждения вошли поликлиника для взрослых на 150 посещений в смену, поликлиника для детей на столько же посещений и женская консультация на 50 посещений в смену. За основу архитектурно-планировочных решений взят принцип секционного построения и зонирования отделений. Будут установлены два лифта для посетителей поликлиники, третий – для травматологического кабинета и экстренных больных, еще один – для технического персонала. Внутренняя отделка помещений почти завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная и ведется благоустройство прилегающей территории. В Карачаевске также близятся к завершению строительной работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров», который пользуется большой популярностью у жителей округа. Строительно-монтажные работы выполнены практически на 75%, и уже в этом году зона отдыха предстанет перед жителями полностью обновленной. Общая площадь благоустраиваемой территории – 5,5 гектаров. Здесь уже завершаются работы по строительству тротуарных дорожек, подъездной дороги и автомобильные парковки. На территории зоны отдыха завершается установка детской площадки, идет благоустройство площадки для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Обустроены два пирса – дорожка на сваях по озеру, мангальные зоны и т.д. На территории зоны отдыха появится горно-креативный кластер с туристическим центром. Кроме того, за счет частных инвестиций будет построено уютное кафе и установлены павильоны. Новые пляжи, веревочный парк и экотропа могут появиться в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черекеска уже в следующем году. Так, по проекту обустройства Старого пруда в парке появится экотропа, детская и спортивная площадки, веревочный городок, зоны отдыха у воды и пляж, а также летний кинотеатр, пирсы, детский бассейн на понтоне и велодорожки. Все это появится в республиканской столице в случае победы в конкурсе «Малые города – исторические сельские поселения», организованным Минстроем России. Она напрямую зависит от активности горожан, которые должны пройти социологический опрос. Более 900 объектов подключено к электрическим сетям в Карачаево-Черекесе в январе-сентябре текущего года. Среди них новые фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. Объем выданной им мощности составил около 21 мегаватт. В частности, выполнены работы для присоединения к сетям фельдшерско-акушерских пунктов в аулах «Эросакон» и «Абазахабль», водонасосных станций в Кумыше и Иркин-Шахари, детского сада в Осьджигуте, пищеблока, средней школы станицы «Сторожевой» и дома культуры в ауле «Малый Зеленчук». В числе крупных объектов, получивших электропитание от сетей филиала «Хабецкий гипсовый завод», спортивно-оздоровительные комплексы, социальные и туристические объекты, а также сельскохозяйственные предприятия и производственные базы. Всего за 9 месяцев текущего года специалисты Россети «Северный Кавказ» построили в республике 41 километр линии электропередачи. Энергетики смонтировали 14 трансформаторных подстанций. Сотрудники Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу и УФСБ по Карачао-Черкесии выявили факты махинации с земельными участками в Черкесске. Вернее, еще два дополнительных факта хищения прав собственности на земельные участки, расположенные в республиканской столице. Ранее сотрудниками правоохранительных органов задокументированы 7 аналогичных фактов незаконного завладения земельными участками, по которым возбуждены уголовные дела. Установлено, что к противоправной деятельности причастны бывший начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений городской мэрии, его знакомый и кадастровый инженер. В 2017 году фигуранты незаконно оформили право собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, достоверно зная о том, что на них отсутствуют какие-либо здания или сооружения, что является существенным нарушением земельного законодательства. Это позволило приобрести земельные участки по существенно заниженной цене. В ходе предварительного следствия установлено, что фактическая рыночная стоимость каждого участка в тысячу раз выше. Сумма нанесенного ущерба мэрии Черкеска по выявленным фактам составила более 41 миллиона рублей. В течение двух дней, 14 и 15 октября, в Северокавказской государственной академии пройдет круглый стол механизма утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа России «Оригинальные аспекты». Участники мероприятия затронут и нюансы современных образовальных технологий в формировании российской идентичности и патриотизма. Талантливые дети республики могут развивать свои дарования в Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева Черкесии. Во всех районах региона проходит цикл встреч школьников, родителей, законных представителей и педагогов с представителями Центра. Участники встречи знакомятся с программами регионального Центра, узнают, кто может стать участником профильных смен и способы подачи на них заявок. Задача Центра – ранее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и научных дисциплин. Подать заявку на участие в отборе на программу может каждый школьник 5-11 классов. В мероприятиях примут участие ребята, имеющие базы уровень знаний для вхождения в определенную программу, успешно прошедшие отбор по критериям, определенным соответствующей программой, а также победители и призеры Олимпиад и конкурсов, выполнившие задания, предложенные руководителем программы. Ну и последняя информация. В Черкесске прошли отборочные соревнования по гиревому спорту, по результатам которых выявлены победители в каждой весовой категории. Первое место в частности завоевали Радмир Апоев, Николай Червоны, Инвер Матакаев, Амин Братов и Шамиль Купчаков. По сообщению оригинальных синоптиков, сегодня по Республике переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10, в Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 17. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо. Или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!